Сказала вот такие слова. У вас много учителей, но мало отцов. Я родил вас с благовествованием. Сейчас в гостях у нас мой крестный и духовный отец, который больше тридцати лет здесь принял меня из купели. И как дети рождаются по плоти, то духовно рождаются от духовного отца. И вот видите, до сегодняшнего дня мой духовный отец Игнатий заботится обо мне. В Сибири приехал, чтобы здесь цель послужить нам, проверить, как там науку, что творится. Я благодарен Богу и отцу Игнатию, что я имею такого учителя, который наставил меня в православной вере. И до сегодняшнего дня наставляю. Сейчас мы прослушаем поучение. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 10 стихов. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Откройте. Первая глава, 1, 10. Иоанна, 1, 10. 1, 10. Иоанна, 1, 10. Пришел к своим, и свои его не приняли. Следующий стих. 11. Вот этот мир, который мы видим, создан Богом. Из ничего. Он сказал и получилось. Люди могут одно вещество превращать в другое, сжечь превратить в пепел, в дым. Закон о сохранении веществ. Бог, Создатель, из ничего творит. Отец, по частям, а то мы не успеваем. И люди не признают Бога. Мы живем в мире, в океане чудес Божьих. Но в духовном плане еще труднее людям поверить. Писание говорит, пришел к своим, к евреям. И они не приняли его. Вот родители куда-то уезжают на время и наказывают. К вам придет такой-то человек, его примите. Они покажут заранее фотографию. Дадут послушать его голос. И скажут, что он будет заботиться о вас. Еврейский народ – это богоизбранный народ. Бог избрал Авраама. И до Моисея 430 лет. Учителя учили, что придет Мессия, Спаситель. Но они погрузились в суету в Египте. И Бог вывел их оттуда, чтобы научить заново. И дал им вождя Моисея. Который назван Кратчайшим. Он творил чудеса перед израильским народом. Море разделил. Фараон всех мальчиков, рожденных от евреев, уничтожал. Но представьте себе, родители. Вы ждете наследника. И приходят органы власти, берут его, на ваших глазах его колят. Но Бог спас Моисея, чтобы вывести свой избранный народ из Египта. Когда Моисей пришел, они говорят, а кто тебя послал к нам? Они роптали на него и отвергали его. Когда побивали уже пророка, первого учителя Стефана. Он говорит, кого из пророков не гнали отцы ваши? Они не узнавали пророков. Считали их врагами своими? А это были избавители, называется Спасители, посылал вам. Они приходили, говорили на родном языке еврейском. И они их отвергали. Господь говорит, моя страна это избранный виноградник Божий. И он посылает слух своих виноградников, и они их убивают. Наконец говорит, пошли им возлюбленного сына, устыдятся они. Эта притча Христа была известна евреям намного раньше, за 700 лет. Пророк Исаия в 6 главе говорит эту притчу, но вводится иной персонаж, сын. Иисус пришел к своему возлюбленному народу. И те, которые этот народ пасли, пастухи. Пророк говорит, они испортили мой виноградник. Пророк Иеремия говорит и из Икииль, что овцы рассеялись по горам. Сделали с добычей зверей. Как мы теперь можем думать об этом народе, когда Господь сказал, к погибшим овцам Израиля. Христос говорит, убили пророков, а вы говорите, если бы мы были, мы бы этого не сделали. Мы другие. Они нарисовали Христа таким, каким он не был. Что он придет, будет освобожать Израиль от римского гнета. А он избавляет от грехов и грехи мира взял на себя. Иисус Христос говорит ученикам евреям, я посылаю вас как овец среди волков. Да, Иисус Христос говорит, что он не был. Эти волки две тысячи лет, разницы нет, как их назвать. Эти волки две тысячи лет, разницы нет, как их назвать. И они уничтожают овец. Иоанн Златоус говорит так. Избирая пастыря, не избери волка. В двадцатой главе Деяния апостолов. Мы считаем апостол Павел из Мелита в Ефес призвал пресвятеров и епископов. Павел из Мелита в Ефес. Пастыря и епископов. Это было большое прихиальное собрание. Сегодня сказать Синод. И Павел, прощаясь с ними, говорит, не мирянам, а священникам и епископам. Я ухожу, вы лица моего больше не увидите. Я плачу о вас. Я вас рукоположил в епископы и священники. А из вас восстанут лютые волки. То есть коммунисты, фашисты, все это только волки. А из вас лютые, бешеные волки придут. Не щадящие стадо. Не жалеющие. И будут говорить превратно, то есть извращенно. В цель, чтобы увлечь за собою. Передо мной новый завет Синодального издания. Я считаю отсюда. Это не вынувка. Христос пришел к своим, и свои не приняли. Мы думаем, если бы я тогда был, я бы принял его, накормил, напоил, спать уложил, денег дал на дорогу. Один из тех, кто не признал Христа, был Савл, учитель Израиля. Он думал, что служит Богу. Был фарисей из фарисеев. По правде, законы не порочны. Как святой. Службу не пропускал, по-нашему сказать, причащался. Это я перевожу на то время. Но он гнал детей Божьих и убивал их. И случилось чудо, когда шел он арестовывать в городе Дамаске других. Свет осиял его с неба, и он упал. И Бог говорит, Савл, Савл, что ты гонишь меня? Он не гнал их Христа. Он говорит, кто ты, Господи, я тебя даже не знаю. Он говорит, гоняющих детей Божьих, прикасается к зенице ока моего. Как нам узнать, кто ведет нас? Иоанн Златоуст, литургия которого совершалась, говорил, большая часть священников погибает. Большая часть, 10 священников, 5 пополам, а больше это 6. 6 будут в воду, в огне гореть. Есть известный, но весь мир святой, Серафим Саровский. И он однажды осознал беду русскую от оставления Пушкина. И как написано, он три дня и три ночи простирался перед Богом. Молился не за царя и не за народ, а только за священников архиереев. Он увидел гибель их всех. Увидел гибель, погибель. И говорил, Господи, пощади русских священников архиереев, пощади. И вдруг Бог заговорил. Дальше дается прямая речь в кавычках. Не пощажу и не помилую воскресательный знак. И причину Бог говорит за то, что вымыслами своими заменили истину Божью. Это напечатано в Патриархии, настольные книги священнослужителя, тон 3. 601 страница, первая строчка смерти. Это страшные слова. Священство нуждается в особой молитвенной помощи. Иоанн Златоуст говорит, я тело мое лучше отдам собакам. Псам, чтобы собаки меня ели. Чем недостойно причащающемуся тело Христово? Себе вопрос поставим. Узнали мы Христа или нет сегодня? Апостол Павел говорит в послании к Галатам. Первая глава 8 и 9 стихи. Если мы, апостолы, все вместе придем и будем говорить не то, что написано в Библии, а напима. Если ангел с неба придет и будет говорить, не бойся его, а напима ему. Далее мы читаем так. А тем, которые приняли его, 12 стих. Приняли его. Верующим во имя его дал власть быть чадами Божьими. Верующим во Христа человек входит в Царство Божие. Он записан там. Но человек живет во враждебном порченном мире. Есть очень большие собаки, как телята. Если она злая, как ты не убоишься ее? А если это лев? Апостол Петр говорит, бодрствуйте, молитесь, ибо дьявол, как рыкающий лев, ищет кого поглотить. Если мы это ощутили на себе, мы должны день и ночь попиять к Богу. Как бы этот лев меня не поглотил. Мы сегодня слышали, Богу нельзя служить. Если ты одновременно хочешь Богу и мамоне, не получится. Павел говорит, если бы я угождал людям до ныне, не был бы рабом Христом. Это несовместимо. Этого врага можно побеждать именем Иисуса Христа. Честным животворящим крестом. Постом и молитвой. И вдруг придумали, что послушание дороже поста и молитвы. Мы не должны бояться человеческих слов, но стверять их со Словом Божьим. Если не так говорят апостолы, ангелы и монопима. Пророк Исаия, глава 5, 20 стих. Он говорит, если, кто говорит, слова не сходятся со Словом Божьим, нет там света. Я соединяю вместе. Серафим Саровский получил ответ, что погибают священники за то, что вымыслами своими заменили истину Божью. Был такой святой Кирилл Иерусалимский. Он перед народом говорит, если мои слова не сходятся с Библией, не верьте мне. Отсюда вывод. Мы должны знать Священное Писание. Святую Библию. И сравнивать с тем, что нам говорят. Был такой человек, блаженный афилакт. Одиннадцатый век, архиепископ Болгарии. И он собрал толкование, перед народом высказал на весь Новый Завет, кроме откровения. Главное, что он дал предпочтение Святому Иоанну Златоусту. Господь позволил нам сегодня получить эти книги. И они у вас в храме будут с сегодняшнего дня. Это издание полностью включает Новый Завет, откровения. Господь позволил нам это издать. И мы проехали от Владивостока. Захватили Германию, Польшу, Венгрию, Румынию. Украина, Белоруссия, Молдавия, Осетия, Чечня. Вчера мы прошли в Армению, в Ереване. Если Господь благословит, то наш путь еще продолжается, чтобы за нас молились. Мы дарим везде, в каждую библиотеку и каждому священнику, которого встречают. Чтобы они учили народ Слову Божию. Написано, день и ночь, да не отходит книга сия от уст твоих. Выше священного Писания ничего нет. Мы молимся, да святится имя Твое. А Давыд говорит, слово твое превыше всякого имени. Мы с великой радостью прибыли к вам и к батюшке отцу Науму. Мы уже все это отдали. Это будет в национальной библиотеке Тбилиси. Можете там читать. в Батуми, в Кутаиси. Господь так сделал, чтобы наше представление о Христе было правильным. Он умер за наши грехи. Он любит нас. И Суд ждет нас, чтобы мы поминовались Его Слову. Высшая заповедь любовь. Господь говорит, что все любите меня, соблюдите мои заповеди, мои. Я благодарен Господу, что не первый раз уже приезжаю в Тбилиси, в эту благословенную страну. Мы не забывайте, что главные еретики, которые церковь потрясали, все были в священном сане. Такие как Ари, Нестори, Архимандрит, Евтихий. Их надо было проверять. И церковь проверила. Нам досталось теперь наследие Животворящей Троицы от Святой Православной Церкви. Здесь Таинство Божественной Литургии. Чтобы кто не соблазнил вас, не увлечься в какую-то ересь. Благословен Господь и да сохранит у нас всех в Святой Православной Вере. Аминь.